В эфире ЛРТ подводим итоги года и вспоминаем самые значимые события в округе. В студии Наталья Кратович. Здравствуйте. Коротко о главном. 2019-й прошел под эгидой 90-летия Московской области. О том, как отмечали люберцы, расскажем. Совершенно будут другие люберцы. Тема благоустройства не сходила с повестки прошлого года. Преобразились центральные улицы, отремонтировали въездную группу. Как изменился округ? Открытие школ и детских садов стало большим событием в образовании. Новые места для педагогов и детей. Современное оснащение и комфорт. Конечно, это приближает медицинскую помощь к населению. Сокращается время доезда и обеспечивается более рациональная работа. Сфера здравоохранения усилила свои позиции. Подстанция скорой помощи в Октябрьском. Новое оборудование. Уникальные операции. И это лишь часть достижений. Участие в конкурсах и состязаниях не обходилось без побед. Премия «Наша Подмосковья», турнир «Ворлд Скилз» и рекорды в спорте. О чемпионах уже в выпуске. Сейчас об этих и других новостях более подробно. В прошлом году Подмосковье отметило 90 лет. В 1929-м регион образовали на месте Московской губернии. Официальный день области – 6 октября. На протяжении всего года в Люберцах проходили мероприятия и встречи, приуроченные к этой дате. Главный праздник Московской области отметили в Доме правительства региона. Здесь чествовали жители, которые делают область лучше. Полный дом гостей. На опраздновании 90-летия Московской области максимальная концентрация людей, развивающих регион. Политики, медийные лица, государственные служащие и те, кто отличились профессиональными заслугами. Глава региона поблагодарил гостей за самоотверженную службу на благо Подмосковья. Каждый город, каждый регион имеет свои символы и ассоциации. Подмосковье – это Сергий Радонежский и Дмитрий Донской. Это первая победа в ходе Великой Отечественной войны. Это священное место проявления героизма всего нашего народа. И, конечно, это передовые достижения в космосе, науке, экономике и промышленности. У нас тесные дружеские связи с Москвой. Мы развиваемся вместе, дополняя друг друга. В стороне в день рождения региона не остались близкие друзья Подмосковья. Поздравить с 90-летием Московскую область и ее жителей приехали мэр Москвы, полномочный представитель президента России в ЦФО, народные артисты России и руководители муниципалитетов. Я сегодня хотел бы поздравить всех наших жителей с таким знаменательным событием. Дата 90 лет Подмосковья – это красивая дата. У нас есть чем гордиться, нам есть чему радоваться. У нас огромные планы на перспективу. У нас масса задач, и я думаю, что все эти задачи будут выполняться. На этот юбилей можно и с пустыми руками. В этот раз подарки дарили гостям. Выдающиеся жители, меняющие жизнь региона к лучшему, получили награды разного достоинства. В преддверии праздника выдающиеся жители Подмосковья получили высшие награды региона – звание почетных гражданин Московской области. Их присвоили заслуженному тренеру СССР и России Владимиру Максимову и десятикратной чемпионке мира Ирине Родниной. ПЕСНЯ Выстрый юбилей региона отметили торжеством музыки и цвета. Гости Нового Иерусалима увидели яркий концерт на фоне картин в исполнении оперных и рок-музыкантов. В честь праздника 12 государственных музеев Московской области открыли свои двери для всех желающих. Анна Троян, телеканал ЛРТ День Победы собрал люберчан на площадях и в парках округа. 9 мая вспоминали героев и их подвиги. Бессмертный полк объединил 20 тысяч жителей и прошел по центральным улицам округа. Шествие возглавил глава Владимир Ружицкий. Акцию «Бессмертный полк» проводят с 2012 года. С каждым годом количество участников растет. Не только в России, но уже и за рубежом участвуют в данной акции. Сегодня в Люберцах со всего городского округа собрались люди. Люди разных вероисповеданий и разных возрастов. Здравствуйте. Скажите, как вас зовут? Синяя Надежда Александровна. Кто у вас воевал? Отец моего мужа, Синий Михаил Яковлевич, пошел на фронт, было ему 40 лет. Как раз жена его, мать моего мужа, была беременной. И вот представляете, он, значит, воевал, награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны Третьей степени, медалью за отвагу и медалью за оборону Москвы. А это мои родители Иван и Анастасия Силаевы. Труженьки оборонного предприятия. Вот сегодня я с ними вышел на прогулку. Дедушка Кузьмин Сергей Александрович и прадедушка моего сына Глеба. А где воевал он? Сколько ему было лет? Ему было чуть больше 25. У него было уже двое детей. Гвардии старший сержант, миномотные орудия. Он был ранен при осаде Ленинграда. Лицом к лицу к эпохе на акцию «Бессмертный полк». По велению сердца ежегодно выходит все больше людей. В этом году 110 стран. Она без преувеличения охватила уже все континенты. 9 мая, в День Победы, «Бессмертный полк» шагает по российским городам. И уже в пятый раз идет по Люберцам. Эту победу они приближали как могли. Сегодня мы с ними разговариваем. Да. Расскажите, пожалуйста, кто с вами пришел? Расскажите о нем. С нами пришли наши деды, наши героические предки. В этот день мы не могли сделать так, чтобы они остались дома. Поэтому мы с музыками Московской областной общественной организации собрались вместе с своими детьми и женами и пришли в этот праздник. Здравствуйте! Расскажите, с кем вы сегодня пришли? С папой и с дядей родным. Расскажите, как они воевали? Папа на Украинском фронте, дядя Толя на Прибалтийском. Прошли всю войну, оба были тяжело ранены. Но после войны остались живы и умерли уже в отрасте. В 2015 году Бессмертный полк впервые прошел по улицам Люберец. Неизменно наша память о подвиге героев. Здравствуйте! Расскажите, с кем сегодня вы пришли на Бессмертный полк? Это мой дедушка Зубков Сергей Григорьевич. В 18 лет его призвали на фронт, слуховиц. Он работал водителем. Сначала возил боеприпасы, затем уже возил командиров, которые были на линии фронта. У каждого из тех, кто приближал победу, своя история, которая передается из поколения в поколение. Здравствуйте! Расскажите, кто с вами? Это мой папа, Пушкарь Егор Петрович. Он прошел всю войну с 1941 года и демобилизован был в 1946 году. Участвовал в освобождении Польши. Берлин не брал, но дошел в город Подсдам. И 40 километров от Берлина стояла их часть уже после Дня Победы. Друзья, что для вас участие в бессмертном полку? Что для вас День Победы? Память о дедушке, бабушке. Мы их очень любим и помним. И никогда не забудем. Великая Отечественная война призвала на фронт миллионы. Для каждой судьбы она написала свой сценарий, да так, что не найти двух похожих. Истории героев, которые смотрят на нас в черно-белых фотокарточек, бережно сохранили их дети и внуки. Сегодня они делятся ими в бессмертном полку. Прямо сейчас колонна приближается к зданию администрации. И здесь она завершит свое шествие. Мой дед Николенко Николай Федорович. Он участвовал, стоял на границе с Японией. Он призывник последнего призыва к войну. То есть он самый молодой участник. Это отец Ольги Николаевны, который штурмовал Кенигсберг и был награжден медалью. В том числе был призван в 43-м году. И за классное введение номера в боевом расчете миномета получил медаль за отвагу. Так что есть чем гордиться в этот день. Скажите, пожалуйста, чей портрет сегодня вы несете? Портрет моего дедушки. Это отец моего папы, Смороков Федор Васильевич, который воевал на фронте. Там был ранен. Как он вспоминал вот эти годы военные? Знаете, мне кажется, люди, которые были на войне, они об этом очень мало говорят. Вот сегодня реальный пример тому, когда у Вечного огня подошел ветеран Великой Отечественной. И он просто молчал и плакал. Поэтому, мне кажется, они особо не говорят об этом. Он был просто рад тому, что настала победа. И что мы живем в мире. Единственное, о чем он просил, чтобы мы постарались сохранить этот мир. Благоустройство округа – одна из насущных задач местных властей. В 2019 году провели работы на объездной группе южной части города. Здесь появилась новая стелла, пешеходная зона и площадка для выгула собак. Как оценили жители такое преображение, смотрите в нашем сюжете. Здесь очень удобно просто отдохнуть, прийти с работы, не хочется в квартире душной сидеть. Сюда вышел на лавочке, очень удобно, комфортно. Спасибо всем, кто это сделал. Мы очень рады. Люберчане давно мечтали о благоустройстве этого пространства. Три месяца работы и просьбы превратились в реальность. Пешеходная зона длиной в километр, новая стелла, зелень, лавочки и освещение вместо народных троп. Так теперь люберцы встречают гостей и местных жителей в южной части города. Наша территория запредельно урбанизирована, застроена. Не так много пяточков, где у нас могут люди отдохнуть, погулять. Это дорожка, где мы с вами стоим, тротуар. Здесь всегда интенсивное движение. Люди идут и в котельник, и с котельников, и гуляют. Мы должны подчеркнуть для наших гостей, для жителей, где город Люберцы, где городской округ Люберцы, где он начинается, где заканчивается. Входная группа южной части города выполнена в стиле новой единой концепции. Люберцы – это про любовь. 13 метров в высоту, 13 в ширину возглавляет стеллу герб Люберецкого округа. Рядом разбили клубы и высадили кустарники. На площади 3300 метров засеяли газон. Осенью уголок станет еще зеленее. Порядка 50 деревьев в осенний период, потому что на данный момент нельзя сажать их. Это в основном каштаны, липы, вот такие. Вместе с благоустройством на Смирновской появилась полностью оснащенная площадка для выгула собак. Марии Филиковой раньше приходилось гулять со своим лабрадором очень осторожно. Сейчас же она спокойно за своего питомца. Дрессирует и учит собаку новому. Проводит много времени с такими же владельцами питомцев. Мы вернулись в дачу, увидели новую площадку. Конечно, были очень рады, потому что можно наконец-то начать дрессировать собаку. Можно с ней заниматься, можно ее отпустить спокойно, не боясь, что она куда-то уйдет. Мы еще только всему учимся, как раз нам площадка очень вовремя. Вскоре благоустройство затронет и другие входные группы округа. Один из первых на очереди. Въезд на Комсомольский проспект из Москвы. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. В центральной части Люберец также активно шли работы по благоустройству. Улица Звуковая претерпела изменения. Как она преобразилась, увидели уже многие. Подробнее о перезагрузке расскажет наш корреспондент Анна Троян. Открытие пешеходной зоны на Смирновской стало точкой отправления для масштабного преображения центра Люберец в 2015. Следующая ступень. Реконструкция чести Октябрьского проспекта у часовни ИДК. Финал, перезагрузка, улица Звуковая. Люберцы – это про любовь. Теперь концепцию округа символично дополняет сердце, которое расположилось в самом сердце города. И весьма ожидаемо, что на этом самом месте будут назначаться свидания и встречи. После реконструкции длиной в три месяца и размером в 20 тысяч квадратов улица стала просторнее, ухоженнее и современнее. Урны и лавочки вылиты из гранитной крошки. Материал прослужит долго. Он антивандальный и морозостойкий. Прогулки здесь не только комфортны, но и безопасны. На пешеходной зоне установили 16 камер видеонаблюдения. Хотелось бы поблагодарить наших властей за то, что делают для нас, для жителей и для города настолько замечательные места и благоустраивают. Теперь здесь стало лучше гулять. Можно с детьми прогуливаться. Есть где посидеть и бабушкам, и нам, молодым людям. 53 светодиодных фонаря освещают звуковую в темное время суток. При реконструкции все здоровые деревья остались на месте. К ним высадили еще 58 лип. Весной в специально отведенных местах появится еще 170 кустов барбариса. На площади 11 тысяч квадратных метров зазеленеет газон. Вскоре у стен Белого дома появится велопарковка и стоянка для колясок. Вот это пространство, оно как бы город украсило. И желательно, вот примерно так должно быть во всех уголках городского круга Любрица. У нас далеко не так. Мы знаем, где мы, как говорят, западаем, где нужно наводить порядок. Мы к этому и идем. Но вот я думаю, что в последние годы жители замечают, что все-таки город преображается. У нас много самых разных задач. Если мы говорим о дорогах, то это реконструкция Октябрьского проспекта и Урал-5. Это совершенно будут другие Любрицы. Преображение предстоит и пространству стации Люберцы-1, а также на некоторых участках на севере и юге города. Привести их подобающий вид планируют в ближайшие 2-3 года. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Благоустроенный округ должен быть не только удобным, но и красивым. В день российского флага в Центральном парке открылся светомузыкальный фонтан и стал главным украшением Люберец. 16 метров в диаметре, высота струй 15 метров. Индивидуальный дизайн. Внутри атом, выполненный из пяти водных контуров и 17 отсекателей. Светодинамический фонтан, такой единственный в Подмосковье. Вместе с главным украшением парка Люберчанам преподнесли и музыкальный подарок. Их так любишь ты, эти белые цветы. Я люблю тебя на слез. Певец поздравил Люберчан и гостей округа с долгожданным событием. И прежде чем фонтан забил водным фейерверком, народный артист России Александр Серов исполнил свои лучшие композиции и полюбившиеся поклонникам песни. Совместно с главой фонтан запустилась семья Чернявских. Мама Кристина победительница конкурса «Мамочка-люберчаночка-2019». Два, один, пульс! В прошлом году здесь был у нас губернатор в августе месяце Андрей Юрьевич Воробьев. Мы эту тему с ним обсудили и именно по его распоряжению, по командам, которые пошли по всем службам, мы согласовали перенос газа, мы газ перенесли и сегодня на этом месте фонтан. Светодинамический фонтан оборудован по последнему слову техники. Оснащен в том числе системой GSM оповещения о затоплении и камерами видеонаблюдения. Объект стал шикарным подарком люберчанам ко дню российского триколора. Я, конечно, видела, но я очень рада, что у нас в Люберцах это будет. Конечно, счастливая. Шикарно, наконец, новые красивые фонтаны. Мы так долго тоже ждали, просто невероятно. Наконец, есть место красивое, где можно будет посидеть, отдохнуть, конечно. Замечательно, потрясающе. Я думаю, что все наши люберчане будут в восторге от такого прекрасного места. Фонтан полностью автоматизирован. Питают его 12 водных насосов. Возведение главного украшения Центрального парка усложнили масштабные подземные работы. Поскольку здесь участок очень насыщен коммуникациями, пришлось переносить газ высокого давления. Это заняло у нас порядка четырех месяцев. Непосредственно к работам по стройке фонтана мы приступили в мае, сразу после праздников. Репертуар музыкального фонтана – это 12 мировых и российских хитов. 144 светильника настроены так, чтобы объект был виден отовсюду. Оценить всю его красоту можно в темное время суток. Анна Троян, Алексей Андреев, Валерий Абсалямов и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Близость к метро делает нас мобильными в разы. Прошлым летом в округе открыли первый участок Некрасовской линии метрополитена. Станция Некрасовка, Лухмановская, улица Дмитриевского и Косино принимают тысячи жителей столицы Подмосковья. Сразу после открытия наш корреспондент Анна Троян узнала, удобно ли добраться до новой подземки и сколько времени займет поездка до центра Москвы. От Некрасовки до центра столицы за полчаса. Теперь это не сказка. Без пробок и томительного ожидания маршруток. Розовая ветка – своего рода дублер Таганско-Краснопресенской линии. Пассажирам стало гораздо легче добираться на работу. Уже сейчас пользователи социальных сетей отмечают улучшение транспортной ситуации на Юго-Востоке. Длина первого участка линии почти 7 километров. Четыре станции до пересадки на Лермонтовский проспект занимают пути 10 минут. И, конечно, на новой ветке метро. Все по последнему слову техники и комфорта. Отличается длиной и план и профиль пути совсем проще, чем, например, на той, которая раньше работала, Таганско-Краснопресенская. Ну вот. Но здесь уютнее. Уютнее, потому что все новенькое и все ближе к сердцу, все по новым технологиям. Специально для тех, кому пешком добраться к новым станциям сложно, из Люберец до Розовой ветки ходят пять маршрутов. До Некрасовки люберчане могут доехать на четырех автобусах, а они будут следовать по укороченной трассе. Еще один ходит до станции улицы Дмитриевского. Кроме того, новые маршруты позволяют потратить на путь до метро гораздо меньше времени. Например, у жителей микрорайона самолет теперь нет необходимости ехать к станции Новокосино. Не Красовка, до Новокосино ездили. Долго ехать туда. А на метро, конечно, хорошо. Наверное, прибавится в мое свободное время минут сорок. Да, так что я посвящу их бабушке, дедушке, своим родным. По хозяйству что-нибудь лучше сделаю, чем стоять в чередях на 41-й автобус. Это, конечно, был кошмар. У меня подруга там живет недалеко, и как раз раньше надо было на автобусах пробки, они серьезно проехали. А сейчас на метро сел, доехал, и там недалеко очень помогает. Однако среди пассажиров нашлись и те, кто в первые дни работы новой ветки остались недовольны большим наплывом людей. Мосметрополитене это объясняют увеличенным интервалом в движении поездов, так как они проходят обкатку. Кроме того, в начале следующего года спокойно вздохнуть сможет и фиолетовая ветка. Планируется запустить второй отрезок новой линии. Строительство остальных четырех станций сейчас идет полным ходом. Некрасовская линия пройдет от пересечения с желтой веткой и большой кольцевой линиями метро. К 2020 году транспортная доступность улучшится для 800 тысяч человек, проживающих во многих районах Москвы и Подмосковья. Анна Троян, телеканал ЛРТ. 2019-й – это настоящий год открытий в сфере образования. В свои двери распахнул инженерно-технологический лицей, детский сад «Самолетик», сад в Краскове. Весной заложили капсулу времени на месте строительства школы в Малаховке. Учреждение построят в рамках национального проекта «Современная школа». О новинках в образовании известна Анне Троян. 2019-й стал знаковым для жителей самолета. В микрорайоне открылось сразу два образовательных учреждения. Инженерно-технологический лицей стал вторым домом для 1100 учащихся, желающих связать свою жизнь с инновационными технологиями или просто заложить крепкий фундамент знаний. За счет неурочной деятельности мы проводим дополнительные технические дисциплины. Информатика с первого класса. Разделение на профиле проводится с пятого класса. Дети с высокой успеваемостью отбираются в инженерно-технологические классы. Для будущих первоклассников в самолете распахнул в свои двери второй детский сад. Для 280 малышей здесь создали домашний комфорт. Самолетик оснащен собственным пищеблоком, бассейном, медицинским и логипедическим кабинетами. Чтобы полностью удовлетворить потребность жителей микрорайонов в дошкольных учреждениях, здесь строятся еще два детских сада. По трем коррекционным направлениям работает еще один, открывшийся в 2019-м детский сад в Краскове. Это две логопедические группы. Группа ортопедическая для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. И самая сложная у нас группа и востребованная на сегодняшний день, это группа со сложной структурой дефекта, дети с расстройством аутистического спектра. Десять групп детского сада «Новости» рассчитаны на 180 мест. Ликвидировать вторую смену и сделать комфортной жизнь учеников позволит строящаяся пристройка к кадетской школе. В ней будут учиться 200 самых маленьких воспитанников. Здание предназначено для начальных классов. Так же, как и люберчане, следующий учебный год в новой школе встретят и ученики из Малаховки. 1 сентября 2020-го на месте сказки откроется современная школа для 275 учащихся. Строительство учебного заведения идет в рамках реализации национального проекта «Современная школа». Согласно ему, в регионе появится 50 новых учреждений, три из них в городском округе Люберцы. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Активно проходило благоустройство дворовых территорий. Так, за один день в округе открыли сразу три детские площадки. Площадь с каждого комплекса 450 квадратных метров. На них разместились песочный дворик, современные игровые элементы, тренажеры. Каждая площадка хорошо освещается и находится под видеонаблюдением. Мне очень понравились эти горки. Я сюда всегда буду приходить. Современная детская площадка появилась в Октябрьском на улице Текстильщиков. Комплекс начали строить в июне, а к концу августа объект был почти готов. Всего в этом году будет в Октябрьском семь таких игровых комплексов. Здесь, понимаете, здесь даже комплексное благоустройство идет. Здесь идет освещение, здесь будет камера видеонаблюдения. По соседству дети штурмуют новые горки и карусели. Микрорайон Западный, поселка Октябрьский, тоже не остался без обновки. Современный игровой комплекс вырос здесь на месте моральной, физически устаревшей площадки. Побольше таких площадок. За этот год, молодцы, сделали много площадок. Как бы меня не было, я в гости приезжаю. И вот одна площадка, вторая у нашего дома такая площадка. Здесь оккультурили. Молодцы. Так держать. Если в Октябрьском детские городки растут как грибы, то в Малаховке такие перемены в новинку. Губернаторская программа впервые добралась до поселка. Вместе с ней песочница, тренажеры, качели и карусели. Местные жители по праву окрестили площадку самым современным игровым комплексом поселка. Здесь интересно. Здесь можно играть в загонялки. Мне здесь нравится. Я бы хотела здесь жить. На этом благоустройство округа не заканчивается. До конца года здесь появятся 52 спортивные и 65 детских площадок. Финансирует проект правительство Московской области и администрация округа. Дарья Борисова, Анастасия Юшкевич, Александр Моисеев и Валерия Абсалямов. Телеканал ЛРТ. Далее в выпуске мы расскажем. Конечно, это приближает медицинскую помощь к населению, сокращается время доезда и обеспечивается более рациональная работа. Сфера здравоохранения усилила свои позиции. Подстанция скорой помощи в Октябрьском. Новое оборудование. Уникальные операции. И это лишь часть достижений. Время перемен для ТВ. Люберчане перешли на цифровое вещание. Как расставались с аналогом? Слетать на МАКС. Холдинг вертолета России представил в Жуковском свою продукцию. О последних авиадостижениях в ближайшие минуты. Многодетная семья Голубевых получила субсидию на приобретение жилья. Супруги воспитывают 14 детей. В четырехкомнатной квартире уже тесно. Благодаря губернаторской программе поддержки многодетных семей, мечта о собственных комнатах для ребят стала осуществимой. Почему-то все время рисуют ручкой. Карандаш тебе признаю. Хорошо, что еще особо не рисует на обоих и на полах. У тебя что-то получается. Маленькая Элиза делает робкие шаги в мир искусства на коленях у папы. Совсем недавно ей пришлось по наследству передать сестре свой статус младшей дочки. Меньше месяца назад у супругов Голубевых родился 14-й ребенок. Имя для девочки выбирали всей семьей. Каждый ребенок, тот, кто думал, писал на записочке имя, которое он считает правильным и для него приемлемым. Самая младшая у нас брала, несколько раз пыталась, конечно, вот так вот взять. Но мы так направили, чтобы она бумажечку взяла. И вот она именно бумажечку взяла ту, где написано имя было Валерия. И мы вот так назвали ребенка, чтобы никому не было обидно. У Голубевых так принято. Все важные решения принимать сообща. Каждый день они собираются за чаепитием, чтобы обсудить дела и планы, да и просто поболтать. Также делят и домашние обязанности. Все вместе и поровну. Сейчас мамы нету, и папа в разъездах там. Приходится побыть вторым папой. И помогаю всем тут. Делим, кто сегодня готовит кушать, кто помогает маме на стол готовить. Вот. Вот так там, ну кто с детьми пойдет гулять. Если школа, то там кто будет делать уроки с ними. Обязанностей много, но у Голубевых остается время на детство. Делу время, но игр и увлечений никто не отменял. Например, хобби Даниила – рисование. Талант в сыне разглядела мама, а сам он усердно его развивает. Учится на архитектора и мечтает основать свой интернет-канал, посвященный искусству. Мне именно нравится портрет рисовать. Потому что как бы художник, мне один человек сказал, если вы хотите, чтобы я изобрел свои чувства к этому человеку, дайте мне карандаш, дайте мне лист, и я это сделаю. Ну как бы я стараюсь так же не просто плоско лицо что-то нарисовать, я пытаюсь и передать его искренние внутренние эмоции в портрете. Быт, увлечения, игры и семейные вечера умещаются в скромной для такой большой семьи четырёхкомнатной квартире. В тесноте да не в обиде повторяют Голубева и мечтают о новых квадратных метрах, где у каждого будет по комнате. Во-первых, это первый раз будет, когда собственная комната, и как-то интрига небольшая. А во-вторых, иногда хочется одному побыть. Хочется, чтобы было одна кровать и шкаф, и всё. Чтобы простор был, а то тут заставлено всё. Мечта постучалась к этой семье вместе с губернатором Андреем Боробьёвым. Хранительница очага Юлии Голубевой он вручил сертификат на улучшение жилищных условий. Встретиться с ней пришлось в больничной палате, где многодетная мама поправляет здоровье. Конечно, 14 детей – это заслужит уважения. Я в восторге. Просто в восторге от всего. От внимания, от того, что губернатор даже вот сюда приехал, он как бы уделил своё время драгоценное. Большой семье большая субсидия. Из областного и местного бюджета в Голубево получили почти 7,5 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря губернаторской программе поддержки семей, воспитывающих более семи детей. В Подмосковье она успешно работает с 2013 года. Как распорядиться деньгами, Голубевы пока размышляют в планах построить большой дом или приобрести квартиру. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Подарки от губернатора Московской области стали получать и новорождённые. Первый набор «Я родился в Подмосковье» вручили в Люберецком роддоме. Его получили Лия Снегирёва и её сын Илья. Наша съёмочная группа пообщалась с молодой мамой. От бутылочек и памперсов до одежды и игрушек. В наборе «Я родился в Подмосковье» 53 предмета для малыша. 1 сентября такой подарок вручают во всех родильных домах Московской области. Старт проекта в Люберцах дал маленький Илья. Он появился на свет 2 сентября. Поздравить семью Снегирёвых с пополнением и вручить подарки от губернатора пришёл глава округа Владимир Ужицкий. Здоровья малышу, счастья вашей семье. У набора для новорождённых есть альтернатива – 20 тысяч рублей. Но Лия Снегирёва – первая мама, которая сделала выбор в пользу подарочной коробки. «Хочется, чтобы на память что-то осталось. Приятно уже получить подарок, а не деньги. Их потратишь на что-нибудь, а это у тебя уже останется. Большинство не купишь сам. Пропустишь что-нибудь. Я считаю, что нам всё понадобится, что мы будем всем пользоваться обязательно». Пациенток Люберецкого роддома при выписке ждёт ещё один сюрприз. С 29 августа учреждение дарит сертификаты на три бесплатных посещения бассейна, рассчитанного на маму и малыша. У болезней глаз и сердца не будет шансов. Люберецкая областная больница пополнилась новым оборудованием. Современная техника для диагностики и лечения пациентов поступила в кардиологическое и офтальмологическое отделения. Как врачи оценили новую аппаратуру, выясняла Луиза Егиазарян. «Со стороны операции всё хорошо. Результат хороший». Диагноз двусторонняя катаракта Юрию Иванову поставили в конце августа. Недавно мужчина перенёс операцию на правом глазе. Результатом доволен. «Отлично вижу. Значительно резкий скачок, так сказать, в качестве зрения. Катаракта делает мир таким, знаете, тёмным. И очень неуютно было в нём жить». Увидеть мир в ярких красках помогли современные технологии. Операцию провели с помощью нового микроскопа. Этот аппарат видит то, что не удавалось увидеть его предшественникам. «Раньше у нас был микроскоп тоже японский. Там разрешающая способность гораздо хуже, чем на этом. Иногда там, как говорится, приходилось делать операции местами на ощупь. Видишь всё, что хочешь увидеть. Поэтому операция делается гораздо проще и качественнее». Проще стала работа и кардиологов. Сосудистый центр Люберецкой областной больницы получил универсальный ультразвуковой аппарат. С его помощью врач может делать эхокардиологические исследования в нескольких режимах. «Представляется возможность проводить ультразвуковое обследование не только органов грудной клетки, в частности сердца, но и брюшной полости. Но кроме того, появилась возможность проводить так называемое через пищеводное эхокардиографическое исследование, необходимое при радие заболеваний сердечно-сосудистой системы». Для Люберецкой областной больницы 2019 год оказался урожайным на новую технику. По программе развития здравоохранения Подмосковья оборудование медучреждений обновилось на 20 миллионов рублей. «Мы заявляли как учреждение в Министерство здравоохранения те виды оборудования, которые поддержали бы на достойном уровне, на современном уровне хирургические технологии. Это касается как и урологии, так и эндоскопической хирургии. Для стационарных подразделений уже введен в эксплуатацию колоноскоп для исследований желудочно-кишечного тракта». До конца этого года арсенал больницы поликлиник округа пополнится еще 41 единицей медицинского оборудования. Луизия Егязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В поселке Октябрьский открылась своя подстанция скорой помощи. Теперь на своевременное прибытие кареты скорой помощи могут рассчитывать 40 тысяч человек. Анна Троян побывала на открытии подстанции. 10 минут до двери пациента вместо 20-30. Когда помощь нужна срочно, каждая секунда на счету. Четыре бригады в несколько смен держат руку на пульсе неотложных вызовов жителей Октябрьского и других ближайших поселков. Фельдшер Андрей Ржаной раньше работал в Люберцах. За месяц успел оценить преимущества нового объекта. «Конечно, это приближает медицинскую помощь к населению. Сокращается время доезда и обеспечивается более рациональная работа бригад скорой помощи. Данные подстанции, они очень важны именно в районах, отдаленных, так скажем, от центральных подстанций». Сократить время приезда удалось в том числе из-за удачного расположения. Новая подстанция работает бок о бок с пожарной частью за углом выезд на федеральную трассу «Урал-М-5». А ведь объект мог так и не открыться. Его строительство еще в 2008-м бросил застройщик ближайшего микрорайона. «Это был недострой. Мы впоследствии данной темой занялись, нашли деньги. Это деньги небюджетные тоже за счет привлеченных средств, за счет небюджетных источников. Эту подстанцию мы достроили. Цена вопроса где-то в пределах 12 миллионов рублей». На эти же средства и оснастили подстанцию. В здании есть диспетчерская, несколько комнат отдыха с душевыми, оборудованная кухня и раздевалки, которые рассчитаны на увеличение штата. «Планируем, что сегодня будет пятая бригада, это бригада территориального центра медицины и катастрофы. Это те бригады, специализированные реанимационные бригады, которые будут выезжать на все катастрофы». Количество бригад станет больше и по мере заселения нового микрорайона Таймилина-2018. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Пожарная часть номер 231 стала ближе к жителям Малаховки. В поселке заработало новое пожарное депо. Объект долгожданный. В Люберецком округе станцию возвели благодаря губернаторской программе «Безопасность Подмосковья». «Я сама пострадала от пожара 20 лет назад. Машины не успели приехать, и мы 4-7 сгорели дотла. Поэтому для нас это пожарное депо просто настоящий подарок». Время больше не сыграет злую шутку. День открытия пожарного депо разделил историю поселка на «до» и «после». Позади осталось время, когда местные жители томились в ожидании спасателей из Люберец. Теперь малаховчанам до спасения рукой подать. «Те подразделения, которые имелись, они не в полной мере обеспечивали безопасность жителей Подмосковья. В соответствии с программой губернатора Московского области Андрея Юрьевича Воробьева «Безопасность Подмосковья» было запланировано и сейчас выведено новое совершенное депо, которое всем требованиям технологическим и в том числе по безопасности прикрытия данного района соответствует». Работать будет комфортно. В депо оборудованы учебные классы, комнаты отдыха, тренажерный зал. В его арсенале две пожарные машины. Строительство и оснащение станции обошлось почти в 15 миллионов рублей. «Депо было, наверное, необходимо. Расположение очень правильное. Также депо очень хорошего качества, очень новое, комфортное, как и для самой работы, так и для проведения различных тренировок». Пожарное депо в Малаховке станет новым рабочим местом для Бориса Ерохина. А вместе с ним здесь будет трудиться 41 специалист 231-й пожарной части. Под их ответственностью – безопасность 25 тысяч жителей Люберецкого округа. «Я искренне хотел бы, чтобы пожаров на территории нашего городского округа не было, а вы бы занимались бы профилактикой, разъяснением и просто повышали бы свою боеготовность, своё мастерство, профессионализм». За время работы программы «Безопасность Подмосковья» в регионе возведено более 80 пожарных депо. В этом году открыто две станции. Запущено строительство ещё пяти. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 19-й год принёс в наши дома и цифровое телевидение. У люберчан возникало много вопросов, какую приставку купить и останется ли аналог. Специалисты службы «Антенна» были на страже и помогали адаптировать телевизоры жителей к цифровой реальности. Наша съёмочная группа провела один день с оператором связи «Антенна». «Антенна службы, здравствуйте. Как давно вы оставляли заявочку? По какому адресу вы проживаете? А давно у вас не работает сигнал?» Как настроить приставку для цифрового телевидения? И что делать, если пропал ТВ-сигнал? Ежедневно диспетчерская служба оператора связи «Антенна» оперативно помогает люберчанам разобраться с этими вопросами. В канун перехода на цифровое вещание звонки поступают к специалистам постоянно. Очень люди волнуются, что они останутся без сигнала с 15 апреля. Мы объясняем, что никакого отключения по городу у нас не будет происходить. Мы будем полностью сохранять аналоговый сигнал для наших абонентов, для тех, кому это нужно, у кого более старые модели телевизоров. И также объясняем нашим абонентам, какую конкретно приставку нужно купить, чтобы она работала именно в нашей системе. А если для решения вопросов абонентов просто необходимы руки мастера, «Антенна» служба отправляется на помощь. Ежедневно три бригады выезжают по заявкам, дабы выявить и ликвидировать проблему. Ещё одна команда проводит работы по модернизации оборудования для улучшения качества ТВ-сигнала. Очень часто жалуются на плохое качество сигнала, что зачастую связано с тем, что в домах старая проводка, старый антенный кабель. И уже новый цифровой сигнал не может принимать в достаточно хорошем качестве. Такая же проблема возникла у Раисы Петровны. Специалист антенной службы выехал к ней на дом. Уже в щитке стало понятно – корень зла, он же потерянный цифровой сигнал, кроется где-то в квартире. Оказалось, Люберчанки мешал смотреть любимые телепрограммы «Старый штекер». Заменили. Я живу одна. У меня то одно, то другое с антенной службы. Мне меняли и кабель меняли, и телевизор. Вот недавно ко мне два раза приезжали. Когда я обращаюсь, мне никогда очень любезно относятся. Спасибо большое за внимание. Заявки к оператору связи «Антенна» поступают через единую диспетчерскую службу ЖКХ. Это удобно для абонентов. Сообщить о проблеме можно круглосуточно. А далее, уже в рабочее время, каждое обращение отрабатывается. И если это возможно, вопросы решают удаленно. Анна Троян, Алексей Курский, телеканал ЛРТ. 81 год назад в нашей стране вышла первая телепередача. Для жителей Советского Союза это стало знаковым событием и стартом развития российского телевещания. Наш корреспондент Луиза Егязарян провела параллель между телевидением прошлым и настоящим. Дорогие радиозрители, как ни странно, но именно с этой фразы началась первая в СССР телепередача. 80 лет назад приставки «теле» не существовало в принципе. К слушателям обращались как к радиозрителям, а саму трансляцию называли «дальновидением». В июле 1938 года в обкомах партии и в общественных местах стали появляться первые телеприемники. А уже к осени телевидение заработало. Правда, один день в неделю. И каналов было всего два. Контент производился только в одной организации – в гости ли радио СССР. А первые трансляции вовсе могли увидеть только москвичи. Сегодня, когда во многих городах активно развивается своё собственное телевидение, это представить тяжело. Сейчас местным телеканалом может похвастаться чуть ли не каждый. Мы позаботились о том, чтобы мы смотрели ЛРТ каждый день новости. Смотрим, что у нас в Подмосковье, что в посёлках. Малаховку показывают, Томилино показывают и наш посёлок. Если у кого-то что-то не показывают, у нас работает специалист. Он тут же по первому же звонку приходит, подключает. Постепенно в конце 80-х появились третья и четвёртая кнопки. По сравнению с количеством современных телеканалов – это, конечно, капля в море. Сегодня телезрителям доступны сотни каналов на любой возраст, вкус и интересы. Дети, конечно, любят мультики смотреть. Я в основном люблю смотреть фильмы, ну и новости. В основном я включаю мультики, когда занимаюсь домашними делами. То есть готовлю обед, либо убираюсь. Включаем телевизор и где-то 30 минут у меня есть время, чтобы заняться своими делами. И дети меня не будут отвлекать. Около года мы пользуемся оператором связи антенны, и нас всё устраивает. Никаких перебоев, сбоев нету. Не было даже. Казалось бы, развиваться дальше телевидению уже некуда. Каналов много, изображение чёткое, мультиков на всех хватает. Но совершенству нет предела. И в этом году телевидение перешагнуло в новую эру. Жители всей России перешли на цифру. У Галины Гришиной телевизор работает почти круглосуточно. Никаких неудобств из-за перехода на новый формат телевидения пенсионерка не почувствовала. Я боялась, что мне придётся покупать новый телевизор, но всё обошлось. У меня прекрасное изображение, и все мои 44 канала великолепно работают. Изображение как было, нормальное, хорошее, ясное, чёткое, и сейчас так же. Наверное, тот, кто смотрел такой телевизор, даже не подозревал, что через несколько десятков лет устройство будет выглядеть совсем иначе. Но время не стоит на месте, и кто знает, может быть, когда-то уже для наших потомков такой плазменный телевизор будет диковинкой. Луиза Егезарян, Сергей Гвоздев, Александр Моисеев. Специально для телеканала ЛРТ. Авиационная промышленность представлена в Люберцах и легендарным холдингом «Вертолёты России» на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском. Компания представила свою продукцию. «Макс-2019» собрал рекордное число гостей и объединил на своей площадке ведущих авиастроителей. Свидетелем зрелищного события стала наша съёмочная группа. Обладатель самой большой и комфортной кабины в своём классе. Детичь вертолётов России, вертолёт «Ансад» впервые показали общественности на авиасалоне в Жуковском. Холдинг представил сразу несколько новинок. Первый серийный МИД-28, МИС-171А2 и КА-62. По соседству под открытым небом и в павильонах свои достижения демонстрировали и другие авиастроительные компании. Среди них предприятие «Хеливерт». Для нашего предприятия участие в таких международных выставках – это, во-первых, высокая степень доверия и почётная миссия. Мы представляем нашу продукцию. И нам достаточно почётно и отрадно то, что мы находимся в одном ряду с такими всемирно признанными компаниями, как «Боинг», «Роллс-Ройс», которые находятся рядом с нами на этой выставке. Компании ищут на авиасалоне новых партнёров и заказчиков гости яркие впечатления. За зрелищность на «Максе» отвечали пилотажные группы. Восемь команд показали настоящие чудеса на виражах. Герой Российской Федерации Юрий Ващук поднимает свой самолёт в небо над «Максом» с 1993 года. «Здесь мы представляли и на президентском показе, и вчера представляли группу из шести самолётов. Четвёрка Су-57. Я вёл группу. И было ещё Су-134 и Су-35. Сегодня индивидуальный пилотаж в самолёте Су-35». Подрёв самолётов над землёй, планируют их маленькие копии. Федерация авиамодельного спорта России доказала, когда речь идёт о высшем пилотаже, размер не имеет значения. Самолёты на радиоуправлении авиамоделисты отправляют и в мёртвую петлю, и в крутое пике на радость жадных до впечатлений зрителей. «Сегодня у нас летают уже большие планира радиоуправляемые, летают различные пилотажные модели радиоуправляемые, кордовые модели воздушного боя. Ну и помимо этого, большой мастер-класс для детишек, он практически нон-стопом проходит для детей от нуля до 80 лет. Они могут собирать, получать свои подарки в самолётике, знакомиться со своим модельным спортом, делать первые шаги в этом направлении». «Макс-2019» побил рекорд посещаемости. Достижения авиастроения, лётная и развлекательная программы за шесть дней привлекли более 170 тысяч человек. Участниками авиасалона стали более 800 компаний из 33 стран мира. Пенсионный возраст – начало новой жизни. Это доказали участницы конкурса «Люберецкая супербабушка-2019». Такое состязание прошло в округе впервые. Участницами выступили 20 люберчанок. Главное условие – иметь внуков. Конкурсантки состязались в течение трёх месяцев и показали достойный пример молодым. «Супербабушки» посетили гастрономический фестиваль «Пир на Волге» в Ярославле. Здесь программа была насыщенной. Кулинарные мастер-классы, экскурсия по городу, встреча с мэром и посещение Толкского женского монастыря. «Люберецкие супербабушки» на той и с приставкой «Супер» в столице Золотого кольца России отдыхали на полную катушку. Поездка в Ярославль – часть конкурсной программы. Её организовали специально, чтобы, как говорят и на других, посмотреть и себя показать. К тому же за время проекта участницы уже успели подружиться. Путешествовали вместе с удовольствием. Всего у нас участвует в конкурсе 30 конкурсантов. Сегодня 22 конкурсантки. Одна написала песню, другая тоже написала. То есть сегодня, пока мы ехали в автобусе, у нас три песни про супербабушку. Они уже подруги. Они подруги, они общаются. Мы за любой кипиш, кроме голодовки. А голодать в этот день бабушкам не пришлось. Гвоздь программы – пир на Волге. На Ярославской стрелке, где схлестнулись две реки, к отрасли Волга, развернулся масштабный гастрономический фестиваль, где производители и рестораторы Золотого кольца представили свои кулинарные шедевры, деликатесы и оригинальные блюда. Очень понравилось. И вообще приемлемые цены вполне можно забирать с собой в Люберцы. В Люберцы мы повезем всю. И Краковскую повезем, и Куриный рулет повезем. У нас очень интересный сорт. Называется танцучок с сыром. Сыры, мед, морепродукты, выпечка, домашний лимонад. Хозяева удивили гостей праздника разнообразием, а шеф-повара провели мастер-классы. Пикник на Волге – это настоящий праздник живота. Все вокруг жарится, кипит. Открытые мангалы и жаровни. Люберецкие супербабушки не только пробуют, но и черпают вдохновение для своих блюд. Я много чего увидела из еды. Мне особенно понравилось, как готовят мясо, красную рыбу и овощи на гриле. Я обязательно дома, без масла, без жира, обязательно дома приготовлю. Мы попали в такой праздник хороший, который один раз в год только бывает. Это же очень замечательно. В гости, как и полагается, супербабушки прибыли не с пустыми руками. Мэру Ярославля Люберчанке вручили ягодный пирог, приготовленный своими руками. Владимир Волков остался под таким впечатлением от встречи с участницами, что решил перенять этот опыт. Нам такой конкурс обязательно нужен. Супербабушки есть абсолютно везде. Их должны все знать, они должны о себе рассказывать, а молодежь попитываться, брать пример и пытаться дотянуться до этой высокой планки супербабушка. В этот день супербабушки успели прикоснуться к истории. У камня, где Ярослав Мудрый в 11 веке основал город, люберчанки загадали свои желания. Центр Ярославля внесен в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Участницам повезло обойти все знаковые места под увлекательной историей экскурсовода. То, что я уже когда-то видела, это все было по-новому, это все было по-другому. Я хочу сказать, что, может быть, в ключе супербабушек, может быть, повезло, экскурсоводы с такой душой нам открыли этот город совершенно с новой стороны. У меня впечатление большое произвело именно архитектура этого прекрасного старинного города. Вы знаете, завораживает, завораживает красота. И самое главное, что наше поколение сохранило это все. Впервые обилие церкви, исторических мест и памятников культурного наследия Ярославля увидела и Вера Фролова. Поражена этой красотой, вот этой шириной Волги. Волга, нам сказали, 600 метров. Это так красиво. Вообще здания все старинные. Мечтаю вообще все Золотое кольцо проехать. Надо чаще выбираться в Россию. Глубинку смотреть за своей красотой, наблюдать. Маршрут супербабушек охватил живописные места Волжской набережной. Церковь Ильи Пророка на Советской площади и Успенский собор. Музей истории Ярославля. Все эти места уже давно знакомы Галине Черепонюк. Участница, учитель истории и общества знания. Неоднократно возила сюда на экскурсии учеников. Нравится. Раз в пять я здесь была. Город очень древний, основан Ярославом Мудром. Есть что посмотреть. Единственный маленький минус. Не сохранился древний Кремль Ярославский. То есть первый Кремль. Еще одна точка на карте супербабушек – жемчужина Ярославля. Толский женский монастырь возвели на месте, где епископ Прохор обрел чудотворную икону Пресвятой Богородицы. Вопреки всем поворотам истории, объект восстал из руин. И сегодня снова не перестает быть центром притяжения всех верующих. Эта поездка – завершающий этап путешествий люберчанок в рамках конкурса. Впереди финальные выступления участниц в сентябре, к которым теперь они готовятся с большим энтузиазмом. Люберчан, привет! Истерославля! Ура! Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Продолжаем наш выпуск. Далее мы расскажем. Кто же победительница конкурса «Люберецкая супербабушка-2019»? Имя прозвучит совсем скоро. Областные, всероссийские, международные состязания не обходились без люберчан. О наших чемпионах уже в выпуске. Имя финалистки конкурса «Люберецкая супербабушка-2019» стало известно лишь на дне города. Его огласил глава округа Владимир Ружицкий. Городской праздник украсили и вертолетное шоу, и выставка ретро-машины, и фестиваль театрального искусства. Главной площадкой гуляний стал Центральный парк. Здесь люберчанам вручили благодарности от губернатора Московской области, а также поздравили почетного жителя округа. Плотненько затянем. Хендмейд-выставка Союза женщин под Москвой сегодня никого не оставляет равнодушным. Еще бы! Люберчанам, гостям праздника в этом помогают люберецкие супербабушки. Расскажите, расскажите, что сегодня вы здесь делаете? Мы сегодня проводим вместе с пихорской фабрикой пихорка, проводим мастер-класс. Вот таких замечательных осьминожек делают дети, взрослые. Мы сами помогают таких замечательных делают кукол. Очень красиво! А вы любите вязать? Если честно, я нет. А я очень люблю, честно, очень люблю и спицами, и крючком. И даже вот это отстроено уже. Красота! Люберецкие супербабушки поздравляют люберцы с Днем Города! Ура! Ой, мы сами все волнуемся, потому что я, как координатор конкурса, вообще не знаю, кто у нас будет победительница, и будет названа это супербабушка. Мы, естественно, все волнуемся. Все участницы конкурса участвуют во флэш-мобе. Они у нас звезды. Они у нас просто звездочки нашего Люберецкого округа. С Днем Рождения, город Люберцы! Ура! Какой же ароматный день рождения Люберец в центре развернулась гастрономическая ярмарка. Еда на любой вкус и цвет. Здравствуйте, расскажите, что сегодня у вас, чем угощаете? Здравствуйте, сегодня у нас свининка, курица. Мы привезли с собой очень много мяса. Килограмм сто, наверное, чтобы весь народ накормить. Мы любим, люберцы, округ наш, мы часть большой России. Поздравляю всех жителей с Днем города. Желаю нашему городу процветания, побольше праздников и веселых дней. Ты победы для своей родной страны. Поднимая знамя славными делами, округ наш прославим мы. Каждое движение к лучшему стремлению и пусть. Все семьи пришли на праздник, будем веселиться. Уже повидали много-много друзей. Еще все пишут, что мы тоже тут, где пересечемся. На самом деле, пересечься тяжело в каком плане. Очень много развлечений, очень. Мы уже прошли площадку с батутами, посмотрели выставку, там типа ретроавтомобилей таких. И угадали фикторину. В день рождения округа оживают даже скульптуры. Проходя мимо ненароком, можно испугаться. Желаю также развиваться. Очень красивый фонтан сделали. Развитие большого города. Наш город расцветает. Хорошают наши улицы и дороги, и поселки. Дорогие друзья, с праздником, с днем нашего города Люберцы. Дорогие друзья, поздравляю вас с днем городского округа. Люберцы – один из крупнейших городов Подмосковья. На главной площадке праздника Люберчанам вручили благодарности губернаторам Московской области, а также поздравили новоиспеченного почетного жителя Люберецкого округа. Пришел черед узнать имя Люберецкой супербабушки. Интригу организаторы держали с финала конкурса. Объявить имя самой-самой доверили главе округа. Супербабушкой городского округа Люберцы признана Надежда Ивановна Детюлина. Вот у меня внутри я отдыхнуть боюсь. Вот не могу вздохнуть, честно говоря. Это передать невозможно. Ну просто... Это до слез очень. Поздравляем всех люберчан с таким замечательным праздником. Такой концерт красивый усвоили нам. И мы участвовали очень счастливы. Желаем всем здоровья, счастья, любви, надежды и всем благ. Поздний день вдруг станет незаметней. Ты увидишь всех друзей. Анна Троян, Мария Кузьмичева, Луиза Егизарян, Александр Моисеев, Сергей Гвоздев, Валерий Абсалямов и Алексей Андреев. Телеканал ЛРТ. Еще одно большое событие в жизни округа. Седьмая премия губернатора. Наша Подмосковья принесла победы 46-ти люберецким проектам. Эта премия ежегодно собирает тысячи неравнодушных людей области, которые создают и реализуют социально важные для региона проекты. Торжественная церемония награждения лауреатов проходила в Красногорске. Кто стал обладателем наград за добрые дела и возглавил пьедестал почета. Наш корреспондент Анна Троян в окружении победителей выясняла все подробности. Вы делаете добрые, важные дела, дарите внимание и заботу не потому, что существует премия, а потому, что этому велит ваше сердце и ваше состояние души. Премия добрых дел объединяет в себе людей с большим сердцем. Губернаторские награды присуждают за уже реализованные проекты, которые приносят пользу окружающим. В 2019-м о своих социально значимых делах заявили свыше 22 тысяч жителей Подмосковья. 9 тысяч прошли защиту проектов. Спасибо вам большое за то, что даете такую уникальную возможность для самореализации. Поддерживаете молодежную инициативу и спасибо вам за то, что данная премия существует. Самым юным добродетелем стала Полина Зуева из Балашии. Девушка организует конкурсы талантов. На церемонии также отметили самую старшую участницу премии, победителя народного голосования и проект-лидер по размеру инициативной группы. А это 407 человек. Спасибо, спасибо Жури, что так высоко оценили наш проект. У нас сегодня в доме будет настоящий праздник. Мы жили этим проектом, мы жили этим конкурсом. И я сегодня просто счастлива. А все призовые деньги мы потратим на нашу детскую площадку. Будет у нас и хрюша, и степашка, и декоративный фонтан. Членам совета предстояла непростая задача – отобрать тысячу лучших проектов. В этом году их реализаторы получили по 180 тысяч рублей на развитие своих добрых начинаний. На сцене награды получили самые значимые проекты. Их разделили на четыре номинации – «Экология», «Творчество», «Волонтерство» и «Прорыв». В номинации «Прорыв» победил проект «Город А». Этот проект в первую очередь для городов Московской области, потому что это уникальная возможность рассказать о себе, уникальная возможность показать свои творческие коллективы. От Люберчан в этом году поступило 2188 инициатив. По количеству жителей, вовлеченных в проекты, а также по количеству защитившихся. Городской округ занимает лидирующие позиции. Первый раз участвовал и сразу принес победу проект Александра Кагута. Вместе с единомышленниками спортсмен организовал бесплатные занятия для детей в клубе единоборств. У нас занимаются дети с 10 до 14 лет бесплатно, более 170 детей на сегодняшний день. Ежедневно, 6 дней в неделю ведутся группы по различным единоборствам. Возможность выступать сегодня, присутствовать точнее здесь. Большая честь – это заслуга тренерского состава, нашего руководства, всех тех людей, которые с нами сопереживали, из года в год шли бок о бок. Это общая победа, это для нас много значит, значит, это нас признали. Мы молодцы. Один из 46 люберецких лауреатов – обладатель многочисленных премий. Александр Чувашев развивает спорт для колясочников, возглавляет единственную в регионе баскетбольную команду, а теперь еще и помогает с транспортной доступностью людям с ограниченными возможностями по здоровью. На полученные деньги компенсирует затраченное. В этом году у нас проект, тоже связанный с командой, как в прошлом году, называется «Автоволонтеры с инвалидностью». У нас дело в том, что у команды нет финансирования пока что. Так получается, что у нас у ребят все за рулем, у всех свои машины. Мы возим и сами, и себя, и друг к другу, у кого нет машины, возможно, сюда ехать для тренировок. И если новые ребята появляются, они могут нам позвонить и тоже добраться до тренировки с нашей помощью. За все 7 лет проведения премии в ней поучаствовали почти 295 тысяч человек. 13 тысяч проектов отметили денежными премиями. Каждый год неравнодушных людей, подавших свои проекты, становится все больше. Организаторы надеются, что тенденция на совершение дел, которые меняют мир к лучшему, продолжится и дальше. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ О герои следующего сюжета мы уже не раз рассказывали на нашем канале. Секрет своего успеха он не скрывает. Главное – действовать. Он играет в баскетбол, занимается общественной деятельностью, путешествует и снимает кино. Александр Чувашев передвигается об инвалидной коляске, но это не мешает ему быть примером для каждого из нас. 2003 год. Саше 17 лет. Срезать путь и оказаться по другую сторону Люберица вместе с другом он решил через железнодорожную конструкцию над рельсами. Залезли, а вот благополучно спуститься удалось лишь другу. Спустя мгновение Сашу отбросило. Очнулся на рельсах со сломанным позвоночником. 11 класс окончил уже в инвалидном кресле. В школе вообще ко мне очень хорошо отнеслись. Учителя помогли мне тем, что они приходили ко мне домой. Экзамены все сдал хорошо, поступил в институт. Московский технический университет связи и информатики МТУСИ. Я поступил на заочное отделение и там даже было раз в год, может быть, два на сессии являлся. После травмы принять новый образ жизни оказалось непросто. Помогли верные друзья и семья. А два года назад сердце Саше забилось чаще. Он встретил свою любовь. Фокси Надежда, называлась так, проводился чемпионат Люберезского района по настольному теннису. Я там как методист, я там помогаю в организации и в проведении мероприятий, судил теннис настольный. То есть там играли в теннис, я там как судья просто записывал результаты и взял счет. Девушка Лида снимала все это от Люберезской панорамы. Ну все, мы пересеклись взглядами и влюбились друг в друга. И с тех пор просто начали общаться. Спустя год они решили жить вместе. Как признается Александр, с Лида ему повезло. Она во всем его поддерживает и полностью разделяет новые увлечения съемки документального кино. Даже домашние дела они делают вместе. Ну так вообще все могу готовить. Яйца, яичницу, омлетики разные. А так пожарить картошку могу. Сделать что-то более сложное уже нужно себя заставлять. Ну так в принципе все, все можно приготовить, если захотеть. Супы я не готовлю, конечно, так сам. С девушкой вместе готовим. Подкрепились, теперь пора и в путь. Главное правило жизни для Александра не сдаваться. Людям с ограниченными возможностями спорт помогает почувствовать себя активными и открывает новые перспективы. Занятия пара воркаутом стали отправной точкой для Саши. И вот уже три года он основной игрок баскетбольной команды. Он является на сегодняшний день разыграющим, основным разыграющим. Еще, конечно, очень сложно, пока не хватает опыта. Нужно тренироваться больше, больше принимать участие в турнирах. Отсюда появляется опыт. Занятия спортом позволили ему найти единомышленников и верных друзей. С Александром Гаджуровым пара спортсмена знакомы шесть лет. Душа его настолько открытая. Он такой светлый парень, что просто таких людей очень мало на самом деле. Как друг, тоже всегда очень разыгчивый. Никогда не откажет в помощи. Понимает, всегда даст совет. Всегда подскажет, как сделать на его взгляд. Но он не конфликтный человек, далеко не конфликтный. Больше думанчик я бы даже сказал. Думай о том, как сделать себя и общество лучше. Это про Александра. Работая с колясочниками в комплексном центре социального обслуживания и занимаясь общественной деятельностью, он старается быть полезным обществу. Поддерживать людей, оказавшихся в такой же ситуации, это те задачи, которые Саша поставил перед собой. Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 2019 год был щедрым на победы и на рекорды. Ксения Лукина из Краскова установила рекорд России по подтягиванию на перекладине. 18 раз за одну минуту, став абсолютным рекордсменом среди девочек своего возраста. Каково попасть в книгу рекордов России и стать примером для многих? Об этом Ксения рассказала в нашей съемочной группе. Ей бы в куклы играть да со сверстниками общаться, сказали бы многие. Но шестилетняя Ксюша успевает все. День девочки настолько насыщен, что на пассивный отдых не остается времени. Пару танцевальных связок из любимой песни и к тренировкам готова. На очереди подтягивания. Вот так весело начинается каждое ее утро. А вдохновил дочь на такой спорт – папа. В студенческие годы Михаил Лукин успешно занимался боксом. Год два назад купил себе домой настенный турник, подтягиваться для себя. Вот она увидела это. Тоже висела, болталась сначала. Ничего не получалось. Я ей помогал, за ноги подтягивалась. Она с моей помощью подтягивалась. Потом я ей купил фитнес-резинку специальную. И она уже самостоятельно начала на ней подтягиваться. Восемнадцать подтягиваний на перекладине прямым хватом за одну минуту. На соревнованиях, которые проходили 23 февраля в Рязани, Ксюша побила не только рекорды многих, но и свой предыдущий. Став лучшей среди сверстников, попала в Книгу рекордов России. И суть в том, что Ксения попала туда, потому что ее папа. А если вашей папой с мамой не занимаются гимнастикой, вы придите, расскажите про Ксению, его папу. Не менее 30 раз подтянуться. Такую цель поставила спортсменка на этот год. Ксюша признается, что задача реальна. Ведь тренировки для девочки в радость. У меня шарики надуваются на руках. Я становлюсь сильнее. Даже в детском саду Ксюша всегда впереди. Успехами воспитанницы сотрудники «Елочки» гордятся. Мы сейчас учим стихи, мы сейчас грамоту проходим. Она все буквы знает, она знает математику отлично. У нее очень красивый почерк. И за что бы она ни взялась, у нее всегда все отлично получается. К слову, юная рекордсменка растет разносторонне развитым ребенком. Ходит в детский военно-патриотический кружок и занимается танцами. В группе она солистка. Ксюша очень талантливая девочка. У нее все получается хорошо. Она трудолюбива тоже. Поэтому я не удивлена, что она такая разносторонняя. Все девочки от природы актрисы. Ксюша – многократный победитель конкурсов чтецов и фестивалей молодых талантов в номинации «Художественное слово». И по лужам, и по снегу ходим мы в библиотеку. Ходим вечером и днем. Книги разные берем. Поднялись, как этажи. В книжном доме стеллажи. Поднялись, как облака. Не дотянется рука. Ксения Лукина – пример для подражания не только для сверстников, но и для своей младшей сестры. Маша уже занимается танцами. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Еще один люберчанин исполнил свою мечту. Алексей Курлуков в одиночку на велосипеде добрался из Подмосковья до Владивостока. Со скоростью 60 впечатлений в час этот герой насобирал тысячи фотографий и гигабайты видео. Не говоря уже о впечатлениях. Как преодолевать расстояние с удовольствием, расскажет Дарья Борисова. Очень много всяких красивых мест, конечно. А вот. Это горные козлы. В виртуальном альбоме Алексея Курлукова 7 тысяч фотографий. Он не выпускал из рук камеру пять месяцев. Столько у велосипедиста заняла дорога от Люберец до Дальнего Востока. Идею грандиозного велопутешествия он вынашивал полгода. Столько же мучился бессонницей от предвкушения поездки. Мы сидели вот на этом диване. И он говорит, мам, если я доеду до Владивостока, я буду самый счастливый человек на свете. Ну, я посмотрела, подумала, думаю, ну пусть будет ребёнок самый счастливый человек на свете. Поэтому он и поехал. От дивана в своей квартире Алексей уехал на 13 тысяч километров. К Тихоокеанским воротам России он мчал через Рязань, Волгоград, Барнаул и Хабаровск. По пути успел погостить в Монголии и Казахстане. Поедешь со мной? Не? Я понял. Ну ладно-то, давай. Компании для велопутешествия у Алексея не нашлось. Трассы и грунтовые дороги страны он штурмовал в одиночку. Его домом стала палатка, кроватью, спальный мешок, кухня и туристическая газовая горелка. Погасло ветер. Такое тоже бывало. Походный чай Алексей Курлуков теперь готовит на аллеях Центрального парка, угощает велосипедистов-единомышленников. О своём путешествии он рассказывал им онлайн, на страницах в социальных сетях. Друзья ставили лайки и оставляли комментарии. Теперь каждый километр пути обсуждают на велопрогулках. Я считаю, что Лёша просто этим показал, что он свободен. Вот и всё. Я вот некоторым людям говорю, что Лёха красавчик, он проехал до Владивостока. Они говорят, что это ему дало. Много чего ему это дало. Из Владивостока велосипедист привёз как минимум 13 тысяч впечатлений. По одному на каждый километр пути. Алексей не гнался за рекордами скорости. Гораздо больше цифр на спидометре его интересовали пейзажи по обе стороны от руля. Крутить педали особенно мешали красоты Алтая. Невероятно красивая природа. Рельеф, нереальная локация. Я старался 100 километров в день проезжать. И доходило до того, что проезжал в день иногда 40-20 километров. То есть минимальное расстояние, хотя в день пытался 100 проезжать. То есть из-за природы куча много фоток, видео. То есть меня Алтай очень сильно тормозил. Надолго ограничиваться путешествиями по центральному парку Алексей Курлаков не намерен. Приумножить пробег своего велосипеда планируют еще одной грандиозной велопрогулкой. На двух колесах Люберчанин мечтает добраться до Таиланда. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Милосердие не бывает лишним. Наши четвероногие друзья особо в нем нуждаются. В округе неоднократно проводились выставки по пристройству бездомных животных. В один из таких дней собаки из приюта съехались в Люберце, чтобы протянуть лапы своим новым хозяевам. Не у каждого дома должна быть собака, но у каждой собаки должен быть дом. Об этом точно знает хвостик по кличке Чейзи. Бывший хозяин высадил ее на остановке ждать рейса в самостоятельную жизнь. В Чейзи дождалась волонтера Анну Симоненко, которая пытается сделать чуть счастливее эту собачью судьбу. Это очень социальная, очень жизнерадостная собака. Она просто обожает внимание, ласку. В ней по внешности можно заметить, что есть что-то от хаски. Видео, это бровки, окрас. И по характеру тоже она взяла что-то оттуда, потому что она очень любит бегать, носиться. В ней энергия, океан. Вместе с Чейзи попытать удачу на пристройство в Люберце приехали 47 собак. Одни с частных передержек, другим повезло меньше. Они снимают клетки в приютах для бездомных животных. Жизнь там не сахарная косточка, но это хоть какой-то шанс на сытое будущее. Многие собаки живут там годами. Многие собаки, вот у нас здесь, которые представлены, 8-летние, собака попала с щенком в приют и 8 лет она прожила в приюте. А это клетка 2 на 2. Многие собаки, попадая в приют, не выживают там. Просто психологически им очень сложно адаптироваться к тем условиям. И они погибают в приюте. Скрасить приютские будни помогают волонтеры. Четвероногие беспризорники всегда ждут их со щенячьим нетерпением. Правда, не на все лапы хватает рук. Количество постояльцев приютов исчисляется тысячами. На всех горстка неравнодушных к проблеме зообеспризорности людей. Одна из них Анастасия Ильина. Волонтер считает, приюты для бездомных животных – это памятники человеческой бессовестности. У нас люди относятся к животным до сих пор как к игрушкам. Надоело, можно выкинуть. Никакой ответственности. Огромное количество животных остается на улицах после дачного сезона. Домашняя собака, оказавшаяся на улице, обречена на смерть. Они не умеют выживать. Они доверяют людям, подходят к людям. Это вызывает конфликт. На этот раз на выставке у дача собакам не улыбнулась. Но они не вешают хвосты и продолжают ждать хозяев. Найти себе друга дворянской породы не составит труда. Достаточно найти адрес ближайшего приюта. Если не готовы прописать у себя четвероногого постояльца, просто приходите в гости. Угостите хвостиков лакомством, пригласите на прогулку. Они обязательно натявкают вам большое спасибо. Дарья Борисова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Эпоха интернета так распорядилась, что одним знаменательным днем в календаре стало больше. Речь идет о дне блогера. Для одних ведение блога – это способ заработка, а для других – знакомство с новыми людьми. Наша съемочная группа встретилась с авторами блогов, чтобы узнать, какую роль в их жизни играют личные страницы в интернете. Три часа за ноутбуками и еще три в телефоне. В распорядке дня социальные сети занимали слишком много места. Когда потраченного времени стало жалко, Дмитрий пришел к выводу – пора что-то менять. Надо было изолировать из этого места, где у тебя не будет возможности вообще взять телефон в руки. Потому что когда телефон рядом, это большой соблазн. Это как шоколадка для сладкоежки. Непростой, но полезный эксперимент дал положительный результат. Дмитрий сократил время в интернете в два раза. Чтобы закрепить достижения, решил повторить испытания дома. На две недели отказался от социальных сетей. Занятий по душе нашлось много. В парке – это отличная альтернатива. То есть можно прийти прогуляться. Или же позаниматься спортом здесь, йогой. Да любые занятия какие-то на открытом воздухе – это всегда прекрасно. Также можно встретиться с друзьями, сходить на пикник. Время – не единственное, что у нас отнимают соцсети, считает Дмитрий. В погоне за лайками и подглядыванием за чужой жизнью. Мы не замечаем каких-то мелочей в своей, реальной. Осознать это поможет только временный отказ от виртуальной жизни. Чисто теоретически я смог бы прожить всю жизнь без соцсетей. То есть не влияют они на мою жизнь так, как и влияет вода и еда. А вот студентка Владислава жизнь без социальных сетей не представляет. Свой первый блог она создала три года назад. С тех пор, как девушка занялась общественной деятельностью, с телефоном не расстается ни на минуту. И во время важных заседаний в администрации, на прогулках с подругами, она всегда онлайн. Совсем недавно в моем инстаграме стоило тысячу подписчиков. Я была очень рада этому. Я фотографирую себя, выставляю это в инстаграм и все время смотрю, сколько у меня лайков и добавляются ли подписки. Для Владислава инстаграм всего лишь развлечение, чего не скажешь о Елене. Для девушки это способ заработка во время декрета. Ее блог, посвященный семье и материнству, стремительно набирает популярность. Сашка, скажи «Ура! Поехали!» Изначально там были фотографии о беременности. Я рассказывала о родах, о беременности, о погоде, о блюдах, которые мне нравятся. И в какой-то момент это начало приносить прибыль. Это бывает и бартер. Я получаю вещи, и меня это радует. Мне приятно от того, что я могу это сделать сама. Во всем мире в социальных сетях зарегистрировано более трех миллиардов пользователей. Похоже, блогосфера действительно заняла прочное место в жизни современного человека. Только отношение к ним и степень зависимости у каждого свои. Зачастую я трачу просто в инстаграме на какую-то ерунду. Вот эти лайки, потом что-то комментарии. То есть ты следишь за чужой жизнью, по сути. Я могу отрываться от них, но ненадолго. Я хочу в этом продолжать направление и дальше развиваться. Отчасти я зависим от соцсетей, но я все больше стараюсь обращать внимание на реальную жизнь и про нее не забывать. Луиза Игазырян, Александр Моисеев, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. На зимних каникулах лучше не зависать в интернете. Проект «Зима в Подмосковье» предлагает массу возможностей для активного отдыха. Оторвитесь от мониторов гаджетов и насладитесь зимними развлечениями. Это лишь малая часть событий, которые запомнились. Пусть наступивший год приносит нам больше хороших новостей. Будьте счастливы. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok